Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, перед вами сейчас расписание, которое нам предстоит сегодня пройти. Очень много матчей, целых 9, поэтому посмотрим, как у нас удастся плодотворно провести этот ролик. Ну и будем отталкиваться, наверное, именно в этом месяце от игры с Ливерпулем в кубке. Я не знаю даже, что это за кубок там, либо кубок Англии, либо какой-нибудь еще. Нет, это Карабао, но четвертьфинал уже, так что серьезная стадия. Поэтому будем отталкиваться от этой игры, вот именно первым составом, а дальше там по очереди будем играть. Ну и здесь, скорее всего, под концовку мы с Остан Виллой и с Брайтоном проведем матчи вторым составом, потому что у нас снова уже в феврале, а это январь, прошу прощения, в январе первая игра будет против Ливерпуля. Поэтому отсюда все и будет так же складываться, чтобы мы провели против Ливерпуля оба матча стартовыми нашими составами. Так что, отталкиваясь от игры в фетер-чинале кубка Карабао, сейчас мы начинаем матч с Водфордом первым составом. Хоть они не идут сейчас на 19-й строчке, но вот как-то так. Поехали. Итак, Водфорд принимает Челси, Виккорейдж Роуд, английская премьер-лига. Поехали. И вот здесь вот, ну надо было забивать, и отлично. Наконец-то. За 17 минут уже было несколько у нас моментов, но вот получилось развить атаку именно так, и Лукако открывает счет. Вот она, очень хорошая передача на Рикардо Перрера пошла. И Лукако с левой ноги забивает. Отлично здесь получилось так с лета пробить. Ну и Лукако забивает дубль сегодня. Вообще, на самом деле, мне кажется, не по игре. Через Ромео Лукако. И бельгийц может забивать хэтрик, он это и делает. В самую девятку сейчас вонзил этот мяч. Ну и у Лукако получилось забить в первом же сегодня матче хэтрик. Но не успевает отдать передачу. Разгромная победа 3-0. А Уотфорд потерпел домашнее поражение. Хэтрик забил Ромео Лукако. 5 ударов, 3 забитых мяча. Так, по ХГ мы наиграли на 3 мяча, но вот Уотфорд тоже наиграл на 2. То есть победа должна была быть как минимум минимальной. Но у нас хорошо отработали защитники. Лучшим игроком стал Лукако. 3-0 у него. 3 мяча забитых. 10-0 у него оценка. Хаберса дал Голливую, Зиеш и Перейра. Вот. Ну и Минди, кстати, в топ-3 игрока сегодня вошел. 7 было ударов. 1 в створ, кстати, и 1 сейф он сделал. То есть как бы здесь к нему без вопросов. Ну и Чилл самая низкая оценка 6-7. Итак, ежемесячный отчет скаута. Давайте посмотрим. Вот Мэтью Саммерс. Остальных мы убираем. Они нам не нужны. Все. Получается, только одного игрока нам нашли за целый месяц. Так. Ну и у нас игра против Уэст Хэма. С ними мы будем играть вторым составом. Первый вот подуставший такой. Ну, будем стараться. Все-таки на 9 месте они идут. Так. Начало было не самым удачным. Мы сможем исправить ситуацию. Так. В прошлой игре мы одержали блестительную победу. Именно над Уотфордом. Так. Ну и мы находимся в последнее время в прекрасной форме. Не сомневаюсь, что будем действовать так же и дальше. Так. Лучший бомбардир. Лукаку почти догнал Вернера. Но вот сейчас будет играть, кстати, Тима Вернера. И посмотрим, получится ли у него стать лучшим бомбардиром и опередить Рахима Серлинга. Для этого нужно забить как минимум дубль. Уэст Хэм против Челси. Поехали. Ну что же. У нас очередная выездная игра. Теперь мы играем против Уэст Хэма. Ну, лондонская такое дерби. Поехали. Тот с мячом. И отдает голевую передачу на Вернера. И Вернер забивает уже на восьмой минуте. Я на самом деле думал, что офсайд. Но там, я не знаю, правый центральный защитник. Который вот не держал как раз Вернера. Наверное, эту линию не сдержал офсайд. Ну и так вот в касании по бильярдному. Причем даже так издевательски. Так мало сил даже он приложил сейчас Тима Вернер. И очень медленно этот мяч закатывался в створ ворот Уэст Хэма. У хозяев поля. А вот и опасный момент. И забивает Антонио, если я не ошибаюсь. Сравнивает счет. Двадцать третья минута. Развитие атаки с фланга на центр переходит Вернер. Хорошая передача на Маунта. И Мейсон Маунт. Нет, а может быть здесь сейчас Вернер. Да. Вернер выводит вперед снова Челси. Забивая дубль сегодня. И хорошая передача на Тима Вернера. Вернер делает хэтрик. Уже на девяносто третий добавленной там минуте. Вернер забивает третий мяч сегодня. И скорее всего точно станет единоличным лидером в списке бомбардиров. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа. Со счетом 3-1. Челси переиграли Вестхэм. Но здесь скорее всего под концовку. Просто уже Вестхэм не смог ничего сделать. Все силы бросили в свою атаку. Но в итоге Челси наиграли на четыре мяча. Вестхэм как раз на свой единственный. И поэтому где-то даже вот Фабьянский спасал ворота Вестхэм. Но на победу наиграл Челси. Вернер естественный игрок матча. Три забитых мяча. Маунт отдал две голевые передачи. И Кристенсен 5-6 оценку получил. Ниже всех. И так нам приходит сообщение о Джорджинио. Он надеется то что мы выпустим его на поле против Виктории Бельзени. Так и есть. Будет играть у меня стартовый состав. Ну что же и какая сейчас у нас ситуация в Лиге Чемпионов. Борются еще до сих пор. Три команды за выход в плей-офф. Это Челси, Мальмо и Ювентус. Мы будем играть против Виктории. Нам самое легкое досталось под конец. Нам нужно просто обыграть ту команду. Которая ни одного очка за пять матчей не набрала. Ну а Ювентусу нужно обязательно сегодня побеждать. И обходить по очкам Мальмо. И тогда со второго места они могут выйти в плей-офф. Ну что же. Ну а мы стартовым составом нашим выйдем против Виктории Бельзени. Так матч прошлого. Там тура. Какого-то когда мы против Виктории играли. Мы забили три мяча. Сможем ли мы снова их одолеть? У нас есть все что нужно для этого. Так. Недоценка соперника это нормальное явление. Скажем тоже так. И мы находимся в прекрасной форме. Ну что же. Вот таким составом мы выходим. Вижу что у Канте минус один рейтинг настроен. Надеюсь не сильно нам это повредит. Поехали. Ну что же. Лига чемпионов. Челси против Виктории Бельзень. Стамфорд Бридж. Шестой тур. Мы начинаем. Здесь еще и Перейро. Неплохо. Рикардо Перейро с мячом. И отлично. Жоржиньо. Который просил чтобы мы его выпустили. Вот так вот. Отблагодарил нас. Забитым мячом уже на четвертой минуте. Через Жоржиньо. Неплохо. Лукаку. Изьеш. Но здесь уже просто по пустым. Еще и продвинулся так с мячом дальше. Чтобы была более свободная зона ворот. Ну и забил. Ромео Лукаку. И какой гол. А забивает это кстати снова Жоржиньо. Он уже второй мяч сегодня забил. Это его первые мячи в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Разгоняет атаку. Подача там. Я вообще на Лукаку хотел. Но забил еще и в касании Хаверс. Тут мне кажется уже все. Все понятно. Каждый удар у нас залетает. И кс-джи у нас там будет наверное минимальный. Но главное счет на табло. Не подходит близко к воротам Челси Виктория Плезень. Пытается издалека. Там уже только вот вратарь выручает. Лукаку. Отличный гол. В итоге 5-0. Уже на 64-й минуте. Жоржиньо. Через Лукаку. Ромео Лукаку. Отлично. 6-0 дубль. Ромео Лукаку записывает на свой счет. Чилло. Ну мне кажется уже даже и вынести можно. Все. Финальный засток Челси. Разгромили Плезень. Со счетом 6-0. Ну в итоге скорее всего Челси с первого места выходит. У них очень хорошая разница. Но сейчас будет интересно посмотреть как Ювентус сыграл против Мальмо. Вот мы наиграли на 5 мячей. Виктория на 2 мяча. Так что у нас очень хорошо отыграла оборона. Надеюсь сейчас по рейтингам мы это тоже увидим. Увидим. Так. Ну лучшим игроком признан Жоржинь. У него дубль плюс голевая. У Лукаку 2 плюс 2 если можно так сказать. Ну и Минди. На третьем месте 9.8 оценка. 4 удара. 4 в створ и 4 севе. Ну мы видим что 1 не в створ уж там шел. Ну да ладно. Зиеш. Гол плюс 2 голевые. Перейра дал голевую. И Хаверт забил 1 гол. Тяго Сильва получает самую низкую оценку 6.7. Так. Изменение в расписании. Призовый фонд нам 27 миллионов 850 тысяч добавили. Ну и сейчас посмотрим кто наш возможный соперник в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Так. Ну кстати. Ох. Это что там? Мальмо. Я сейчас не понял. Посмотрим. Ювентус сыграл с Мальмо в ничью 2-2. И в итоге Мальмо выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. А не Ювентус. А вот так вот. Именно мы дали наверное вот эти вот очки. Мальмо. Но они и сами очень хорошо сыграли против Ювентуса. Вот второй матч. Первый сейчас не знаю как отыграли. Посмотрим. Кстати тоже в ничью. Так что они не проиграли даже Ювентусу. Ни разу смогли обыграть и нас. Вот. И дважды Викторию Плезень. И у них единственное поражение именно от нас. Поэтому вот как-то так. Ну и у нас тоже одно поражение именно от Мальмо. Смотрим наших возможных соперников. Это может быть Севилья. Это может быть Вильяреал. Это может быть Бавария. Это может быть Интер. Это может быть Барусия. Это не может быть Ливерпуль. Это не может быть Манчестер. Я надеюсь что это будет либо вот Вильяреал. Либо Севилья. Было бы вообще замечательно. Но посмотрим как на самом деле это все у нас сложится. Так. Ну и Жоржинин нас благодарит за то что мы его выпустили. Сыграть против Виктории Плезень. Но он и забил дубль. Вернер в итоге стал лучшим бомбардиром сейчас в английском премьер-лиге. На один мяч опережает Рахима Серлинга. Ливандовский признан игроком года. FIFA. Ну вот как-то так. Так. Ну что же. Посмотрим сейчас по расписанию. Может быть уже здесь изменилось. И мы играем против Вильяреала. То есть нам более-менее даже повезло. Замечательная жеребьевка. Ну что же. Пресс-конференция. Посвященная матчу Челфи Лиц. Начало опять не самое удачное. Всякое бывает скажем. В прошлой игре мы одержали блистательную победу. Ну скажем команда играла великолепно. Ну и так же вот. Не сомневаюсь что дальше будем в прекрасной форме. Так. Еще и Минди у нас. Прокачался скорее всего. Там какой уже 85 может быть рейтинг у него. Да. Действительно 85 и. Теперь мы ему поменяем тренировку на вратарь Либера. Чтобы он скорее прокачался до 86. Ну что же. Челфи против Лиц. Мы идем на первой строчке. Лиц на 16. Вторым составом мы сейчас будем против них играть. По форме скорее всего. Может быть там будет как-то сливаться. Поэтому давайте поменяем. Так. А у них-то и вообще в принципе форм. Ну так вот только. Если давайте белую им поставим. Надеюсь. Все будет хорошо видно. Челфи против Лиц. Поехали. Ну что же. Челфи против Лиц. Английская премьер-лига. Поехали. Маунт. Мэйсон Маунт с мячом. Хорошую передачу на Джеймса. Дает и на дальний. Как сейчас Сауль-то открылся. Он при том, что я подавал-то на дальнюю. Но в итоге в центре открылся именно Сауль. И вот так вот. 1-0. Испанец выводит нас вперед. Пулишич. Замечательно развивает эту атаку. И хороший пас еще и на Тима Вернера. Вернер. Пас под Маунтой. Тот забивает. Отлично. 2-0. Как будто дуплетом два мяча сейчас забивает Челфи. Ну и Лиц. Как-то не может найти свою игру. Тима Вернер через Пулишича. Тот хороший пас на Сауля. Тот на Маунта. И Мэйсон Маунт. Мэйсон Маунт забивает дубль. 50-я или там 49-я минута была. Маунт забивает. Алонца. Сауль. Отличный гол. Еще и Сауль дубль забивает. Так, Даллас с мячом. Хорошая передача на Рафинью. И Паспеликуэта выручает, но нет. Все-таки Родриго забирает мяч. Во второй уже свой раз. Со второй попытки все-таки уже получилось. И в итоге вот сейчас такая история о трех испанцах. Тимо. И отлично. Тимо Вернер здесь проходит всю оборону лица. Еще и забивает. В итоге счет у нас 5-1. Комфортное для себя преимущество делает Челси. Они в принципе по ходу матча держали для себя это преимущество. Ну и Вернер тоже забивает. Для него лично это хороший результат. Как минимум сейчас забивать в каждой игре. Потому что он вырвался вперед в гонке бомбардиров в английской премьер-лиге. Так что этот гол очень важен для него. И все. Финальный свисток. Со счетом 5-1. Челси переигрывает Лидс. У себя дома очень хороший матч показал и Сауль, и Маунт. Ну и в такой все-таки игре должен был забивать Тимо Вернер. В итоге у него один забитый мяч. На 6 мячей мы наиграли. Лидс наиграл на 2. Поэтому у нас как бы где-то недосказанность какая-то была. Небольшая плохая реализация у обеих команд. Итак, лучшим игроком признан все-таки Сауль. Хотя 3 игрока у нас получили оценку 10-0. Вернер гол плюс пас. Маунт забил дубль. У Сауля дубль плюс 2 голевые передачи. Джеймса и Алонса по голевой передаче отдали. Кепа стал самым низким рейтингом у нас игроком. 6-4 оценка. Итак, нам приходит сообщение. Вокансии по работе со сборными. Бразилия и Бельгия нам интересуются. Ну и у нас матч Челси-Эвертон. Первая строчка против седьмой. Здесь-то мы выйдем первым составом, потому что у нас в 3-х матчах ближайших 2 игры против ливерпульских команд. Это Эвертон и Ливерпуль в кубке. Вот Эвертон в английской премьер-лиге. Поэтому давайте сыграем против них первым составом. Ну и немножечко будем готовиться к игре против Ливерпуля. Снова, кстати, у Канте. Я не знаю, почему вот этот тонус или физическая форма минус 2. Но пока что пусть у нас играет. В Лиге Чемпионов вроде все было нормально. Поехали. Итак, Челси-Эвертон, Стэнфорд-Бридж. Интереснейший матч у нас сегодня. Посмотрим, получится ли у Эвертона навязать борьбу. И вот он момент. Лукаку может забивать, и он забивает. Он забивает ворота своей практически там бывшей команды. Он поиграл в английской премьер-лиге и за Челси, и за Эвертон, и за Манчестер Юнайтед. Если еще какие команды забыл, напишите в комментариях. Но очень хороший гол у него получился. Прямо в одно касание. 16-ая минута 1-0. Вот этот хороший какой вынос сейчас от Чилла прямо на Зиеша. А тот на Лукаку. Посмотрите, как сейчас разорвали игроки Челси оборону Эвертона. И Хавертс завивает первый гол сегодня. Делает счет 2-0. И неплохо развивается. Атака у Челси. Но это штрафной или пенальти? Сейчас вопрос. Штрафной Кин получает желтую карточку. Ну и посмотрим, как по стандартам у Челси. И гол! Представляете, вы видели сейчас. Я даже не попал ни в какие тайм-финишинги. Еще вот так вот получилось забить. И сразу же так еще скипнулось. Отлично! Как-то очень странно, конечно, сейчас залетел на этот мяч. Лукаку забивает. Прошивает Пикфорда и все. Ну, мне кажется, это точно уже победа. Даже после штрафного от Хакима Зиеша уже было, наверное, понятно. Но вот Лукаку все-таки сейчас отпраздновал. Но дубль ворота Эвертона еще и с правой ноги. А бил-то вроде по центру, а мяч полетел в девятку. Замечательно! Зиеш. Хорошая передача-то на Лукаку пошла. Ромео Лукаку. Уходит и забивает хэт-рик. Но это все. 5-0. При том, что Ромео Лукаку забил три мяча ворота своей бывшей команды. Дорогого стоит. Ну, а Лукаку давно действительно играл. А в Эвертоне это, не знаю, там сезон 14-15. Может быть, где-то так, примерно в то время. Но здесь еще и Кин оставался последним, можно так сказать, игроком в воротах. В итоге даже он не помог. Он и сфалил. В итоге штрафной назначили, с которого Зиеш забил. Еще и сейчас не выручил команду. Все. 5-0. Челси разгромили Эвертон у себя дома. Так, что у нас по ХГ? Ну, кстати, там и Эвертон тоже моменты имели. Вот, два с половиной мяча они должны были нам забивать. Округляем три. Мы должны были забивать семь. То есть, ну, как-то так. Сейчас мы посмотрим. Я надеюсь, что Минди у нас там в топ-3 точно должен войти. Ни одного мяча не пропустил. А Минди, кстати, да. Ну, в топ-3 он даже топ-1 игрок. Вот, ну, правда, снова на первом месте у нас три игрока. Лукаку. Три гола плюс голевая. Зиеш гол плюс две голевые. И Минди. 10-0 оценку получил. 10 ударов. 7 в створ. Все 7 сейвов он сделал. Вообще замечательно. Ну, и хуже всех отыграл Тиагу Сильва. 6.8 у него оценка. Так, нам приходит сообщение. Риск потерять игроков. Так, давайте, да, займемся этим вопросом. Кто там у нас на последних контрактах. Так, Сауль, но он в аренде. Рюдигер. Вот с ним и в реальное время вроде сейчас, я не знаю, может быть, Реал, там Бавария. В общем, хотят уже перехватить. Учился, чтобы он не продлил с ними контракт. А мы успеем продлить. Так, на сколько? Ну, ему 28 лет. Давайте еще на 2 года сверху накинем. Мне кажется, будет замечательно. Так, без отступных они хотят. Все, супер. Насчет зарплаты. Я не знаю. Ну, вот 120 я предложу. Они согласятся или нет? Супер. Супер. Мы понизили еще и зарплату Рюдигеру. Хоть он и за сезон даже в рейтинге прибавил. Это вообще замечательно. Так. А Спиликуэта? Он по цене. Стал дешевле, естественно, из-за возраста. Но попробуем. Попробуем. Там, я не знаю, 110-115. Может быть, ему зарплату поставить. Так, естественно, Спиликуэта важный игрок в нашей команде на 1 год. Действительно, здесь абсолютно все верно. Через год будем снова, если что, переподписывать, смотреть на игру Цесора Спиликуэта. Так, ну и давайте 110 тысяч евро. Естественно, они довольны. То есть, можно было и дешевле, даже меньше зарплату им предложить. Но не будем уже здесь жлобиться, так сказать, Кристенсен. Плюс один к рейтингу и в стоимости вырос. Поэтому, не знаю, сейчас будем стараться 90 тысяч сделать ему зарплату. У него 94 сейчас. Но посмотрим. Так, Кристенсен у нас, он важный игрок. Он во втором составе. Поэтому, пусть не думают, на сколько. У меня тоже этот вопрос. Давайте на 3 года попробуем. Да, замечательно. То есть, всего там в сумме 4 года выйдет. Так, ну и по зарплате. Давайте 90 попробуем. Тысяч евро. Да, они согласны. Замечательно. Так, идем дальше. Уваквы. Уваквы. Я даже не знаю. А сколько вот ему-то предлагать? Они сейчас будут цену ломить себе именно по зарплате. Понятно, что он у нас вообще не игрок никакого состава. Там перспективный. Вот так вот поставил. Перспективный. Их это устраивает. Ну, замечательно. На сколько? На 5 лет. На 2 года хотят. Хорошо, давайте на 2 года. Мне без разницы. Так, все. Здесь мы тоже принимаем. А сколько зарплату? Ну, дам я ему 10 тысяч. Мало им будет. Дам 15. Давайте 15. На 15 они должны согласиться. 100% я надеюсь. Да, отлично. Что мне хотя бы вот не будут потом через раз опять придется с ними связываться. Так, Мак Ичерен. Ичерен, наверное. Мак Ичерен. Зарплата такая вот. Еще к рейтингу добавил. Ну, посмотрим. Может быть 10 тысяч сейчас округлим. Мы ему дадим. Посмотрим, согласится или нет. Так, роль в составе. Он также перспективный. Если будут стоять там в ротации, мне такие вот не нужны. Ротационные футболисты. Мне лишь бы его вот сейчас продать. Но почему-то вот покупателя нету никак. Так, ну 10 тысяч. Ну, еще и бонус сверху. Так что вообще без проблем. Все, мы согласны. Замечательно. Так, Брукинг. Тоже здесь к рейтингу добавил. Вот ему, наверное, тысяч семь. Зарплаты будет за глаза. Так, снова роль в составе перспективный ставим. На 3 года продлеваем. Замечательно. Все вот это вот мы принимаем. Ну и сколько? Давайте поговорим. Я уже сказал 7 тысяч. Мне кажется, так, стоп-стоп-стоп. Вот эти нам не надо. То есть сейчас будет самым высокоплачиваемым футболистом в мире. 7 тысяч. Да, их устраивает, так что замечательно. Так. И Макленд. Вообще. Ну, я не знаю. Ему надо понизить зарплату. 5 тысяч сделать. Ну, с таким рейтингом. В 19 лет. Так. Перспективный. Мы абсолютно так же ставим ему эту роль. На сколько? Давайте на 3 года. Их это устраивает. Игнорируем отступные. Ну и давайте 5 тысяч. 5 тысяч евро он будет получать. Они чуть-чуть побольше хотят. Но все равно это понижение зарплаты. Так что нам это замечательно. Все. Сауль. Мы можем только завершить аренду. Выкупить мы его не можем. Я не знаю почему. Либо у меня денег нет. Либо что-то еще. Либо там как-то без права выкупа было. Ну, в общем, как-то так. Так, Вернер сейчас на первом месте. 17 забитых мячей. На втором стерлинг. На третьем Лукако у нас. Поэтому замечательно. Ну и сейчас будем играть вторым составом. Они идут на седьмой строчке. Волверхэмптон. Так же, как и Эвертон сейчас шли. Ну вот посмотрим, что из этого выйдет. Попробуем отыграть вот вторым составом. Волверхэмптон против Челси. Поехали. Итак, Волверхэмптон против Челси. Малинейк стадиум. Английская премьер лига. Поехали. Вернер. Вернер набирает ход. Никто его не встречает. Замечательно здесь справляется. И сразу же с левой ноги с нерабочим. Ну как он сейчас справился с защитником? Просто качнул его в одну в другую сторону. И на скорости переложил мяч дальше. Смотрим. Ну здесь вот вообще где центр был? Почему защитник так стал долго смещаться? Ну и здесь еще. Хороший такой удар. Но то, что слева и прям по центру и голки перенет. Хосе Са вроде так. По внешним качествам мяча поставил. Вроде он. Отлично. Еще и на перехвате сейчас шикарно отыграл. Пулишич пошел с мячом. Пулишич. Отлично. Пулишич. В центр через Сауля. Тот на Вернера. Ну а Вернер на Маунта пытался отдать. И отлично. Мейсон Маунт. Как сейчас он отыграл. Прилег отдохнуть. Но мяч все-таки перехватил. Отобрал в этом подхвате у вратаря Хосе Са. Который мне кажется привозит и привозит. И в первом голе он мог выручать. Здесь как-то не вышло. Ну и Маунт. Начал забивать в последнее время. Дубль. Ворота лица он положил. И сейчас. Тоже вот так. Хорошо до конца доборолся. Допрессинговал. И в итоге забил. Свой заслуженный мяч. Так. Пулишич. И вот хорошую передачу на Тима Вернера отдать. Все. Вернер здесь разобрался. И забивает еще и в пустые. Просто переиграл вратаря. В итоге наши не точно отыграли. И опасный момент. И все-таки Фабио Сильва забивает. Вот он и наш такой футбол. Практически как весь первый тайм отыграл Вулверхэмптон. Без обороны сейчас у нас буквально все было. Все мимо так пролетели. А вот она недооценка соперника. Мне кажется уже даже пошла. Во втором тайме выигрывая 3-0. Адама Трауре в Сара мяч. Сейчас попадает. И это пенальти. Ну вот посыпался Челси скорее всего. И сейчас могут еще и пропустить с пенальти. Здесь Джеймс просто подтолкнул уже Фарналс. Ну а тот и упал. Почему бы и нет. Итак, Фабио Сильва. Отлично. А здесь вот он не забивает. Кепа выручает команду. Отбивает 11-метровый. И не дает Фабио Сильве оформить дубль сегодня. Надо хотя бы один-то во втором тайме забить. А вот и Тима Вернер уже бежит. Забивает третий сегодня. И забивает Тима Вернер. Хэт-трик. 4-1 счет. Замечательная передача на Тима Вернера. Ну и здесь Вернер. Ну вы посмотрите, что делает опять вратарь. Нет бы выйти. Расположить защитников. Нет. Дают себя просто сейчас на съедение такое. А вот не забиваешь ты с пенальти. Забиваю тебе. Два мяча сейчас забил во втором тайме Тима Вернер. И в итоге снова счет у нас разгромный. Финальный свисток. 5-1. Челси громит очередного соперника. Вернер забивает 4 мяча за 5 ударов. Ужасная игра вратаря. В Улверхэмптон. Сейчас хочу просто посмотреть на его оценку. Но у нас все замечательно. Мы наиграли на 4 мяча. Улверхэмптон наиграл тоже на 4. Но у нас залетали абсолютно каждый момент. Ну и оборона у нас вроде неплохо играла. Вот пропущенный вот этот гол. Тоже у нас провал был в обороне во втором тайме. Замечательно то, что Кепа отбил хотя бы пенальти. Лучшим стал Вернер. 4 забитых мяча у Пулишча и у Сауля. По 2 голевые передачи. Маун забил 1 гол. Так. Ну и как там отыграл? Хососа. Естественно 4.9. Он получает оценку. Не сюда нажал. Снова не сюда. 4.9. 7 ударов. 7 в створ. И он сделал только 2 сейва. 5 пропустил. Это что за ужас тем более. Я посмотрел сейчас с каких дистанций мы били. И там он отразил те, которые мы за штрафной там пробивали. Это понятно. Что там удар ради удара был наверное. Так Сауль у нас прокачался. Теперь у нас бокс-то бокс. Получает он уже 85 рейтинг. Так ну и посмотрим. Вот 64 недели центральный полузащитник. Давайте эту мы тренировку тогда и поставим. Ну что же у нас сейчас домашняя игра против Ливерпуля в кубке. У меня Карабао четвертьфинал. Мы сыграем естественно первым составом. А у них вроде все отдохнувшие. Немножечко видно что у Ван Дайка, у Хендерсона, у Фабини, у Трента Александра Арнольда, у Роберто Фермина, у Салаха. Немножечко неполная выносливость. Как мы видим. Запас сил. Поэтому мы постараемся одержать сегодня победу. У Канте вместо уже минус двух, минус один. Вот эта вот физическая форма тонус. Поэтому надеюсь что сегодня получится обыграть и пройти в полуфинал. Поехали. Итак, кубок Карабао. Челси против Ливерпуля. Посмотрим кто все-таки одержит верх. Хотя мы играем дома. Я надеюсь что наши домашние болельщики помогут нам одержать эту победу. Поехали. Канте с мячом. Неплохо через Лукако сразу пытается. Вот здесь вот Ромео Лукако дальше проходит. Пас на Жоржиню. И это очень быстрый гол. Четвертая минута. Быстро разыграли эту атаку. И забивает Жоржиню. И выводит нас вперед. Хороший сразу пас на Нголо Канте. Канте на Кай Хаверца. Отличная передача. По флангу здесь Трент Александр Арнольд. Передача на Лукако. И тот делает счет 2-0. Все. Мне кажется уже все и так понятно. Десятая минута. Челси переигрывает Ливерпуль у себя дома со счетом 2-0. Но мне кажется вот. Известен как минимум первый полуфиналист. Кубка Карабао. А здесь уже и Ромео Лукако. Хорошая передача. Нголо Канте убегает вперед. Ну и это практически выход 1 на 1. Канте делает счет 3-0. Перед самым перерывом. Буквально за 3 минуты до окончания основного времени первого тайма. Канте забивает. И доводит счет до разгромного. Так что все замечательно. Здесь сделали и Хаверц. Хаверц это выход 1 на 1. Хаверц. И забивает. И забивает еще и Кай Хаверц. И в итоге все. 4-0. 78-я минута. Мне кажется уже даже после счета 3-0 было все понятно. И теперь уже точно Челси в полуфинале Кубка Карабао. В итоге все. Финальный свисток. 4-0. Челси разгромили. Ливерпуль в Кубке Карабао. И выходят в полуфинал. Ну как-то меня действительно сегодня удивил. Ливерпуль. Никаких моментов они сильно не показывали. Хорошая игра также у нас была у Минди. В итоге мы наиграли ровно на 4 своих мяча. Ливерпуль на 1. Но еще раз повторюсь. Минди у нас очень хорошо сегодня отыграл. Ни одного мяча снова не пропустил. И сейвы в нужные моменты делал. Лукаку забил гол и отдал 3 голевые передачи. Хаверц гол плюс пас. Жорджинио Канте по одному забитому мячу. И вот Эдуард Минди. И 4 удара по воротам. 2 в створ и 2 сделал сейвы. Хуже всех отыграл Зиеш. Оценка 6,6 у него. Ну что же. Вестхэм по пенальти обыграли Эвертон. В четверть финале и проходят в полуфинал. Бристоль. Сити прошел Бристоль Ровер со счетом 1-0. И Тоттенхэм по пенальти прошел Манчестер Юнеттед. Но с такими соперниками. Вестхэм. Бристоль Сити. И Тоттенхэм мы кажется точно можем побороться за этот трофей. Так. Сборная Бразилии предлагает нам стать главным тренером. Мы отклоняем. Так. Ну а сейчас нам предстоит отыграть матч против Астон Вилла и Брайтона вторым составом. Потому что у нас следующая игра после них будет Ливерпуль. Но уже в рамках английской премьер-лиги. Поэтому я надеюсь сейчас у меня получится отыграть оба этих матча вторыми составами. Ротировать естественно я буду некоторых под концовочку пускать. Но посмотрим. Астон Вилла против Челси. Поехали. Ну что же. Астон Вилла принимает лондонская Челси. В рамках английской премьер-лиги. Виллопарк. Поехали. Так. Тима Вернер и забивать нужно и может. Именно Вернер может забить. В таких ситуациях при счете 0-0. Выводит вперед еще в первом тайме Тима Вернер. Думал гола у нас не будет. Особенно в первом тайме. Но в итоге на 33 минуте уже 22 мяч в 12 матчах забивает Тима Вернер. Хорошая передача на Риса Джеймса. Сауль. На Вернера. И Вернер с левой ноги делает счет 2-0. 2-0. 23-й гол. Немца в английской премьер-лиге. В 12 матчах. Стало забить один мяч. Будет 24 мяча. В 12 матчах в среднем 2 гола за игру. Пока что стремимся к этой отметке. Перехватывает им маунт. Отлично с мячом здесь справился. Еще и пас на Вернера. И вот он маунт. Опасный выход. И здесь Тима Вернер забивает хэтрик. Практически в пустые ворота. Вот он там действительно уже все были отыграны. И пытался Вернера завести уже мяч в ворота. Но прессинговали. До конца играли защитники Астанвилла. Поэтому решил уже просто пробить под конец вот здесь. И подача. Я не знаю здесь даже больше на дальнюю Лукаку. Как сейчас была сделана эта атака. Вы просто посмотрите. Шикарный навес. Кросс маунта на Пулишче. Тот сбрасывает под удар Лукаку. И Лукаку в касание забивает. Смотрим еще. Во-первых. Нельзя сказать, что там Пулишче прям выделялся. Что просил эту передачу. Просто передача инстинктивная. Вперед пошла. И здесь. Отличная сброска такая. Со стороны Пулишча. Он оформляет для себя голевую передачу. 4-0. Челси разгромил. Астанвиллу на выезде. Хэтрик Вернера. И один забитый мяч у Ромел Лукаку. 7 ударов Вернеру потребовалось сегодня. Чтобы забить эти 3 мяча. Статистика. Мне кажется. Стоило ждать и лучшего от Вернера. Но в любом случае. На 4 мяча мы наиграли. Но и Астанвилла. Округляя в большую сторону. Наиграли на 2 мяча. Забили в итоге 0. Кепа. Тоже хорошо для себя отыграл. Еще и на сухой матч. Вернер. Игрок матча. 3 забитых мяча. Маунт. Отдал голевую передачу. Сауль. Отдал голевую передачу. Отдал Ковачич. Забил Лукаку. И голевую отдал Пулишич. Хуже всех сегодня себя проявил. Ну и Таспеликоет. И стартового состава. 6-4. У него оценка. Ну что же. Первая строчка против 20-й. Челси против Брайтона. Сразу же переходим к игре. Вроде как. По выносливости я смотрю. Все у всех замечательно. Маунт. И Ковачич немного подуставший. Но ничего. Следующая игра у нас с Ливерпулем. Поэтому надо дать отдохнуть первому составу. Чтобы они снова их разнесли в английской премьер-лиге. А сейчас у нас Челси Брайтон. Поехали. Итак. Английская премьер-лига. Стэнфорд-Бридж. Челси против Брайтона. Приятного вам просмотра. Первый на мяче. Вот сейчас Вернер здесь будет. Первый на мяче на подборе этом. И хорошая передача на Маунта. И не было никакого офсайда. И Мейсон Маунт открывает счет в сегодняшней встрече. 40-ая минута. Челси 1-0. На вынос прям. Но этот вынос-то окажется может быть сейчас результативным. Маунт набирает ход. Маунт на скорости. И передача еще и на Сауля. А то делает счет 2-0. 60-ая минута. Маунт гол плюс пас. Замечательная игра. Челси сегодня. А вот здесь такой опасный какой момент. Ковачич. Ух, как сейчас Ковачич приложился к этому мячу. В итоге счет у нас 3-0. 72-ая минута. И Ковачич забивает один из лучших голов. Мне кажется этого сезона. Посмотрим как вот здесь вот защитник отыграл. Грудью принял. Пробросил. И удар. Я не знаю. Не наклбол. Это уж точно. Но как-то вот он предательски полетел. Мимо от вратаря. А он и готов-то был принимать этот мяч. Но как-то спохватился поздно. Мне кажется из-за того, что из-под защитника. Может там как-то пробивали. Закрыли ему обзор. И все. Финальный свисток. Челси разгромили Брайтон со счетом 3-0. Шикарный гол сегодня забил Ковачич. Хорошую игру он сегодня. Показал. Ну что же. По их джимы наиграли на 5 мячей. Брайтон на 0. У них в принципе не было ни одного удара по нашим воротам. Поэтому Кепа неплохо сегодня тоже получается отыграл. Ну и лучшим игроком признан маунт. У него гол плюс пас. Ковачич забил 1 мяч. Сауль забил 1 мяч. И голевая на счету Тима Вернера. Ну а Кепа получил оценку 6-1. Потому что просто простоял весь матч ничего не делая. Так. 7 сообщений нам сразу же пришли. Ежемесячный отчет. Саммерс. Все так же у нас пока что еще с хорошим потенциалом. Но общий рейтинг у него все так же 57. Сауль отозан от аренды. Из аренды точнее. Потому что атлетика не понравилась. Ну вот как вот эти вот постоянно у нас отзывы. Я не понимаю что за бред начинается. Хотя он играл столько же сколько все остальные во втором составе. Лофтус Чик отправился в краткосрочную аренду в Лейпциг. Баркли отправился в Лестер Сити. Бетенелли отправился на 2 года в Спортинг. И все. То есть сейчас давайте посмотрим есть ли у нас вообще центральные полузащитники еще в команде. Из-за того что мы вот отдали Баркли в аренду к примеру. Есть всякие вот Вебстеры. Но мне кажется это все вообще не то. Бакайока тоже мне кажется нет смысла вызволять из аренды. Поэтому я бы нашел какого-нибудь центрального полузащитника. Пока есть время на самом деле. Не знаю усиление не усиление основы. Но может быть многообещающий. Давайте сразу по двум и пройдемся. Во-первых многообещающий. Потому что почему бы и нет на будущее. И может быть нам бы еще и хватило на центрального полузащитника усиление основы. Вот так вот. Ну а в следующем выпуске мы уже посмотрим получится ли у нас кого-нибудь подписать или нет. Так у нас обновленный жмешечный отчет скаута. Харрисон Пирс 94. Потенциал неплохо. 88, 81 мы убираем. И Джонатан Спенсер тоже неплохо. Ну что же на этом все. Ребята всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья всем до свидания. Друзья всем до свидания.